Продолжение следует... 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 Весь перелет налоги уже будут включены, то есть у трагратов какие-то свои внутренние договоренности. Раньше, конечно, если вы берёшь в пакете чартерный авиаперелет, это было достаточно удобно. Сейчас после пандемии экономическая составляющая изменилась у трагратов. Ну, может быть, так, конечно, пакетный тур с чартерным авиаперелетом может быть стоить для алкоголь быть нечем. Просто обратите внимание на перелет. И я заведу всегда этот момент сравнивать. А что касается различных интересных экскурсий, Вот, опять же, вы сказали, что кольцо обозрения, сколько нужно открыться. Да, вот это такой очень интересный способ. Сюда можно и открыть. Сюда можно купить. Можно снять целую глотонку. Для катания со своими друзьями можно свадьбу там провести или какую-то вечернюю. Сюда будет и доступно. В Дубай нет ничего невозможного. Радар. Ограничения. Переложда. В Дубай может указать кофтмастер по манипуру. Педикатура в ночь. Тебе красоту наведёт. Еще открылся самый высокий сад в мире, Который позже можно посетить. Она все приурочена в дубайской выставке. Как ты проводит, да? В октябре? Да. Ее перенесли из прошлого года. Она называется Дубай Этипа 2020. Им сохранили название. Долго они к этому готовятся. И ожидается большой финансовый пункт. Потому что приедет много туристов. Назадите туристов. И не тяжелается. Естественно. В одни церкви нет. Это вот пункт для месторов, Которые раз на три бою. Нужно быстро рассмотреть. И лететь его прямо сейчас. Убирать и бежать. Что касается пунктов. Они всегда по главному к этому, что Аграрский священ. Узнают грежную страну. Она крупня, варенья частки. Узнают армянские, да? Кубайские кухни. И у пунктов не надо. Но нам надо. Долго они не знаю. Очень интересно. Какие варенья частки вообще арабы? С одной стороны, арабы любят сложно поесть. И кухня такая. Высочно жирная. Все жареная. Со специями. А финики, оказывается, достаточно такой вот. Колоритный вид отдыхают. Да. С другой стороны, они подвижны на красоте. занимаются самолюбованием и жёстко следят за своим здоровьем. Из таких блюд интересных, которые вам стоило попробовать, на самом деле еда достаточно аскетичная. Мы возвращаемся к прошлому, с чего начиналась история Арабских Эмиратов, и богатого чего-то такого роскошного в принципе не было. И мы отталкиваемся от историй. Могу сказать, что нужно попробовать обязательно. Например, чебурек с фиником. Вот у меня, конечно, ассоциация чебурек – это что-то не слое, да, вот раз и с фиником, что-то такое интересное, необычное. Чебак называет такое мероприятие. Для тех, кто хочет такого что-нибудь непривычно попробовать, я бы посоветовала популярное трехместное блюдо на завтрак, называется Балалит. Блюдо на завтрак и солёно-сладкой лапши с омлетом. Да. Мы любители. Так, а вот ещё очень интересный момент, у нас было эфира, обсуждали с Регизаром, что во многих словах «Умирал» как ударение могут быть поставлены на разные свежие, в зависимости от традиций. Ахаратский, как ни странно, а, может быть, и совсем не странно, Кырский. Да, и из-за того, что Дубай пристала на уловленной дорогу, стелок. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Тorzok. Да, однозначно. Вот как только откроются границы с Абудами, естественно, выбор был, что посетить турист, который следит за культурными собой теми. Ну и если обратятся в музей будущего, я думаю, что куда тоже можно будет отправиться. Главное спасибо. Время нашей программы закончилось. Напомню слушателям, что говорили мы в культурном путешествии о Дубае вместе с нашими гостями. У нас в студии были Стелла Харькова-Кундукова, эксперт по туризму и визатор-злядшин, госпиталец-каналед, редактор-злядшинского Долбедина. Главное вам спасибо за информацию. Вы нас в общем и целом подготовили, нас и наших слушателей в путешествии в Дубае. Спасибо вам и до новых встреч. Культурное путешествие 200FM Первая Акглама Из эфира 200FM Идущая Ольга Бадаля Сказал, цитирует, дождутся, секунду на язык, все нормально. Другие слова Всем, кто не был слышки знаком с сельским хозяйством, известно, что Типун — это пищевой корыст на языке птиц. Ну, например, он помогает плевать землю, а в случае болезни, может увеличиться в размер. Наши предки верили, что подобное происходит не только с птицами, но и с лжецами, так что выражение Типун — это своего рода заклинания. Недоброе пожелание всем оплачивать в 9 декабря. Да, да. Ограничение 60. Да. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok Вот это даже не осень, а зимой я ее оборачиваю, она просто не была однодуха, потому что с одной стороны выгорается, презентабельно становится. По поводу тюльпанов, спрашивают, вот товарищ из Ростовской области пока их не посадил, и спрашивают, если посадить сейчас, пойдет? Пойдет. Я читала, что вообще чуть не до конца к тебе, может, не сожгли? Знаете, а вот если они не выкопают тюльпаны, они выкопают, что просто пошли. Но они же не группы, но все-таки это не должно быть с этой ценностью, а зимой происходит дополнительное определение. Ведь в партии снегом тоже не тот же не смеется, а зимой, зимой, зимой почвы. Прекрасно, прекрасно, и в бактерии работают, и черные могут работать, и кожные растения могут работать, так что жизнь под снегом не замирает. Но вот вы сажаете тюльпаны, ничего страшного, не крутятся они у меня абсолютно нет. Все-таки, Анна, я очень много вопросов про розы, что не отменяет отдельно программу экрана. Но тем не менее, вот вопрос от Новосибирской области. Донеслась в балкон мини-розу, купленную летом в супермаркете, и она еще цветет. Ее тоже надо обрезать и принуждать в зимнюю покойку? Мы не знаем, что за роза, что за сорт. Вы знаете, очень, вообще с розами очень, очень сложно. Я вообще не большой специалист по розам, скажу, скажу. Скорее, я такой умитель. Поэтому у меня три розы всего. И надо понимать, что роза – это целый мир, который надо изучать всю жизнь, если вы заняты с розами, нам придется самому по конкретной розе, который у нас есть, определить, откуда она, что это за сорт, как она ведется, как крылья это может быть. Знаете, сколько сейчас роз приступает к нам из различных питомников? Например, Польша, Германии, Пильантии, из Китая. На Дальнем Востоке идут розы, которые не адаптированы к нашей климатической зоне. Красивые картинки, красивые упаковки. Человек сажает, получает какие-то первые два-три цветочка в этот сезон, а потом эта роза либо погибает, либо начинает себя чувствовать очень плохо. И если уж выбирать, знаете, совет для начинающих, вот такой вот, ну, можно слегка, такой дилетантский совет на грозовое, я его назову дилетант, да? Вот если бы выбирать сейчас, выбирать наши грозы, я бы все-таки не попал бы ничего. Особенность, вот красивые картинки, как бы не хотелось, как бы вот, знаете, наверное, в третий магазин сразу потеряешь разум и вызваешь за кошельком, а потом, ну, не хочешь садить. Ведь, ну, это лето. Как правило, вы же не знаете, сервоза районирована. Мейронирована. Как она, для какой климатической зоны, какая ее нужна сумма положительных температур, как она, например, относится к болезням. Есть розы, которые очень сильно болели грудными заболеваниями. Знаете, вот у меня была история. Одна известная, неизвестная актриса, снимали передачу, и она вот плакала, что там где-то десять она мышцами с розами, чем-то она их распрыскивает, разными настойами, там, настой, там, сем, настой на розы. В общем, эти бедные розы, это за мышцами запрысканы, и никак она не может победить болезнь. Хорошо. А давайте я вам привязываю ту розу, которая у меня растет, которая растет, ничем не растет, ничем не укрывается, ничем не укрывается, ну да, может быть, у нее такие шикарные цветы, но все равно она цветет и разная, если и не нужно. Может быть, вот этот вариант, она так обрадовалась, что есть, а я думал, что все розы такие, все розы, надо за ними там бегать, за ними следить. Нет, розы разные бывают. Так вот, к совету перейдем, не покупать, а найти у ваших соседей то, что растет уже давно, то, что прошло, ну скажем так, испытание. Мне так интересно, как вы понимаете, потому что хочется что-то свое, оригинальное, ничего не было. Пробуйте, пробуйте, но если хочется вам гарантии, гарантия, гарантия может дать только растение, которое, вот растет у вашего соседа, много-много лет, радует, красиво цветет, не требует много уходов, пришли к соседу, попросили сделать отводочек, отводочек, розы укореняются, отводок это вообще детский сад, да, сделают. Либо, там, черенки нарезать, тоже, достаточно просто, вырезки, и все, у вас это розовый, вытерат, вообще, неизвестно, что, обокоренение роз, ну, так, ладно, хорошо, можно просто еще один вопрос про розы, я давно хотела вас спросить, у меня в этом году, у меня рядом растут пустовые розы, когда, много-много, на тоненьких вот этих ножках, из-за одного побега, да, а есть, рядом же растет роза, которые наши два королевы, одна вот вырастает, и вот, теперь та, которая одна вырастала, тоже стала мелкими розами, такое, может быть, она, может как-то, переокуниться с теми соседками своим? Нет? Нет. Скорее всего, что произошло? Скорее всего, это была привезая розы, привезая, ну, возможно, на шиповник, либо, ну, возок без шиповника, ну, либо на осенец на какой-то, шиповник, ну, не знаю, как это будет. А, за трюметом розами нужен отдельный, они не могут так переродиться. В принципе, просто вот та привезка, она, ну, скажем так, подводит, он забывает, потому что подводим, если бы не отследили, пошли побеги, а они, естественно, забили культурный сорт, и оп, он переродился, ну, или крупные стали, смотрите, вы даже не знаете, или она или нет, или корни собственные, и так же мне подарили, подарили, не знаю, что за сорт. Так, у нас много вопросов про клубнику, значит, вот, например, вопрос от Нелли, сейчас купил клубнику в пакетские корешки в земле, стоит ли ее сажать сейчас, или лучше оставить в холодильнике до весны? Ну, это что за садовая земляника? В каких там пакетиках? Это фрига, или что? Это тоже надо понять. Ну, я бы, я бы сейчас, конечно, высадил бы, высадил бы, и потом бы, прикрыл бы снегом, можно прикрыть какими-то растительными остатками, чтобы перезимовал, эти растительные остатки, которые у меня образуются, они тоже идут максимально в дело. Перекрывать. Новая посадка. Ну, понимаете, в данном случае, мы идем от того, от наименее худшего. Если мы оставим в холодильнике, я не уверен, что мы сохраним в холодильнике, либо заплеснемет, либо высохнет. Поэтому, под снегом, лучше всего, все зимой, поверьте, под снегом, даже, вот, что-то вновь посаженное садовое земляникой, или пересаженное, хотя, да, сейчас не вовремя сажать, не лучшее время, но, сохранится, на мой взгляд, лучше. Давайте тогда, вот еще такой вопрос, про землянику садовую. Есть старая-старая грядка, это я про свою. Сколько старая? Она не старая-старая, кстати говоря, она, между нами говоря, просто запущенная, ну, сколько лет, там, лет пять назад, я ее посадил, уже в этом году, были крупные, но больше мелких ягод. Вся в сорняках, все давно, я ею не занимался. Хочу пересадить, уже даже там, скопан под нее участок. Лучше это делать сейчас, или пусть зимует, как есть. Вот, что посоветовать? Ну, сейчас пересаживать садовую землянику, понимаете, она же не успеет подготовиться к зиме, ей же нужен какой-то период, чтобы адаптироваться. Хотя, часть можете пересадить, знаете, ну, вот так бывает, что по зарезу надо что-то сделать. А? Руки чашутся. А, впереди еще кто знает. Вы же не знаете, что у нас будет в октябре. Может быть, у нас октябрь будет такое бабье лето, там, плюс 20 градусов. Кто его знает? Я не уверен. Гидрометцентру я не всегда доверяю. Обычно как-то часто по-другому бывает. Ну, хорошо, а если мы пересадим, скажем, в апреле, урожайся будет? Или она не успеет? Смотри, что пересадите, вы что пересадите, наверное, вы все-таки не будете взрослые кусты пересаживать, а будете пересаживать розеточки. Опять же, какие розеточки? Потому что тоже разновозрастные бывают. Поэтому, такого простого ответа не ищите простой ответ. Я не могу дать простой ответ. Если я пересажу, например, второй и третью очередь розеток, или третью уже не пересаживать? Пересаживать? Пересаживать. Дадут они? Или я просто боюсь, что в следующем году вот ничего не получится? А какой сумка? Много разных сортов. Фестивальная. Ладно, давайте я сделаю доброе дело. Да, порадую вас. Скорейки не дадут. А если не дадут, значит, кто виноват? Как всегда я, конечно. Спешим на погоду, да. Поэтому, ну вот, не надо искать такого простого ответа. Надо пробовать. Мы с вами кто? Мы с вами юнаты. Юнаты, даже когда нельзя что-то, они все равно это делают в виде опыта. Вот мы с вами опытники. Вот нам пишут, что землянику проще обновлять каждый год, чем пропалывать. Так оно не вырождается. Совершенно верно. Абсолютно верно. А что значит обновлять? Ну вот, плавайтесь каждый год. Почему? А как? А розеточки. А розеточки? И убирать старые кусты? Конечно. Вообще, земляничная грядка, вообще земляничный куст старше 4-х лет, он становится менее плодоносным. То есть, там и ягоды мельчают, он зарастает, а если плохо ухаживает, то зарастает и сорняками в то же время. На этом месте накапливаются споры болезней. Поэтому, естественно, больше 4-х лет не очень хорошо. Ну, я так же знаю, людей, у которых там по 20 лет одна грядка собирают немножко, но если мы за интенсивность сельскохозяйственного производства, лучше больше 4-х лет не держать. Я делаю, при этом, шагающие грядки. Вот у меня как 4 года, я ее перекапываю и картох туда сажаю, да, на это место. Замечательно получается. А там, где была картошка или капуста, там делаю грядочку свежую садовой земляники. На следующий год уже такой нормальный полновесный урожай. Так что, садовая земляника должна быть вечно молодой. Всегда молодой. Кустики молоденькие, с самыми крупными ягодами, с самым большим урожаем. Находитесь всегда на пике урожая. Чувствую, что все-таки дождется моя земляника весны. Сейчас уже не буду трогать. не ухаживаю, а как мне вот быстренько все победить, сделать, чтобы было много, много всего, ничего не болело, и при этом не прикладывать ни руки, ничего. Последний вопрос на сегодня от Виктории из Ростовской области. Купила гранат саженец. Когда лучше посадить? Сейчас или весна? Куда? В Ростовской области гранат? Гранат. Ну, насчет Ростовской области мне трудно сказать. Все-таки гранаты у нас субтропическое растение. Ростовской области вроде бы не совсем субтропики, хотя, знаете, я знаю несколько человек, которые в общем-то выращивают гранаты даже в Подмосковье, гранаты. Но делают это, конечно, зимой переносят в квартиру, а летом переносят на участок. То есть, в принципе, можно попробовать так. Но насчет того, что в открытом грунте выращивают Ростовскую область сомнения. Опять же, разные сорта гранатов есть. И разные сорта, например, грецкого ореха. Есть грецкие орехи, которые растут в Московской области. Типа, идеала. Идеал это горный сорт, который был найден в горах Узбекистана. А вот Виктория попросит, попробует с гранатом все-таки что-то сделать хорошее, нам потом расскажет, как вышло. Спасибо, Андрей, на сегодня у нас все. Спасибо. До свидания. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Из эфира Вести-ФМ. Доктор Александр Мясников. В программе «Полный контакт». Великое достижение советской власти это всеобщая диспансеризация. Потом их веса перетекла на запах, которая это подняла на щит и стала развивать. ДРУГИМИ СЛОВАМИ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ. В переводе с французского «сап» это «мотыга». От названия инструмента произошли такие слова, как «сапа», «траншея» и «сапер». В свою очередь, «тихой сапой» именовали одну из военных тактик, применявшихся в ходе подготовки к штурму города или крепости. Солдаты рыли туннель в земле, не поднимаясь на поверхность. Для маскировки использовали передвижные заграждения и таким образом незаметно продвигались к укрепленным вражеским рубежам. Соответственно, действовать тихой сапой означает скрыто, медленно, не привлекая внимания. Вести ФМ Погода Прогноз на субботу, 25 сентября. В Петропавловске и Камчатском 12 градусов без осадков. В Южно-Сахаринске и Хабаровске плюс 17, осадков сиротски не обещают. В Магадане 9 градусов тепла, осадков не ожидается. В Владивостоке плюс 18, осадков не обещают. В Екатеринбурге, Черепинске и Тюменье 13 градусов без осадков. В Хатер-Массийске и Сургуте плюс 5, без существенных осадков. В Мовске 9 градусов тепла, осадков не обещают. В Новосибирске и Иркутске и Красноярске 6 градусов, временами возможен небольшой дождь. В Мурманске и Архангельске и Вологде 11 градусов, временами небольшой дождь. В Петрозаводске, Сыктывкаре и Великом Новгороде 8 градусов, временами дождей. В Кренграде плюс 16, дождей. В Санкт-Петербурге, временами небольшой дождь, плюс 10 градусов. В Москве, небольшой дождь и 12 градусов тепла. Что происходит со Старым Светом? Программа «Еврозона» с публицистом Владимиром Сергеенко. В среду с 21 до 22, в субботу и воскресенье с 11 до часа. На радио Вести Эфр. Они хотят спать. Велиграды. Они хотят гауеть. Они хотят уände Space. Они хотят об reservesаются. Они хотят бингли. Они хотят биться. Они хотят биннимые, они хотят бин inferiorь. Они хотят бинравы, а мы хотят бинам шп겼ать. ЛIST. Настояв lenRP trend, ты scientist, вырезает множество и это поколение денег не должна быть в Comesß, и продажа рукой. И дома из Красного У € agrees Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д oat Добавл 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...